Что делать, если ваш банковский долг продали? С вами Тарас Юрист на моем канале. Если вы хотите знать ответ на этот вопрос, тогда не переключайте. Мой зритель спрашивает меня. Сейчас я вам зачитаю вопрос. Монте-Кристо спрашивает. Тарас, ведь ваш долг банк может продать третьим лицам. Что тогда? Коллекторская компания, законно или нет, вытрясет все. Там далее еще идет продолжение данного вопроса. Я его зачитаю позже и отвечу. Поделим, скажем так, ответ на две части. По поводу того, может ли банк продать долг третьим лицам. Да, он, естественно, это сделать может. Это позволяет сделать Гражданский кодекс. Что для этого необходимо сделать? Заключается договор, так называемый, переуступки права требования. Банк продает право требования другому юридическому лицу, который уже в дальнейшем требует с вас долг. По Гражданскому кодексу вас, как заемщика, должны предупредить о том, что ваш долг продан. Зачастую, конечно, это не делается. И в дальнейшем никакой ответственности банк, либо коллекторы за это не несут. За то, что они вас не уведомили о том, что ваш долг был продан. По поводу коллекторских компаний. Что я хочу объяснить? Данная деятельность, коллекторская, как угодно ее называть, она у нас никак не определена, никак не узаконена. То есть, фактически, они находятся вне закона. Но в тот же момент это не мешает им каким-либо образом отказывать моральное давление на граждан. Вот там с вас вытрясут долг любым там законным, незаконным способом и так далее. Ну, поверьте, друзья мои, очень редко коллекторы пользуются незаконными способами. Даже я хочу сказать больше. Они ими никогда не пользуются. Основная их работа это устраивать телефонный террор. Звонить вам, звонить вашим знакомым, звонить друзьям, звонить родственникам, звонить на работу. Ну, короче, названивать вот этими звонками. Пытаться заставить вас вернуть долг. Почему? Вообще, для чего банк продает долг коллекторам? Для того, чтобы, например, банк наш какой-то известный никак не связывали с коллекторской компанией. В интернете не распространяли, что, к примеру, какой-то наш известный банк в Украине, его там коллекторы, его сотрудники звонят. Они, получается, долг продают третьим лицам, а что уже те третьи лица в дальнейшем делают, они уже не знают и за них, естественно, не отвечают. И, грубо говоря, репутация банка в данном случае остается чиста. Хотя, на самом деле, поверьте мне, зачастую эти компании коллекторские, они прямо, либо не прямо, либо как-то по-другому связаны с тем же банком. И тот же банк является их фактическим учредителем и хозяином. Поэтому учтите, никакими незаконными методами в плане того, что там физическое воздействие, у кого-то куда-то вывозить, бить, никто, естественно, делать не будет. Хотя, такие вещи очень зачастую в угрозах коллекторы говорят и обещают это сделать. Даже одного моего знакомого обещали приехать и избить шахматной доской. Так, далее. В Монте-Кристо там есть еще вторая часть вопроса, сейчас я вам ее зачитаю. Рассказывали, что даже когда заемщик умер, его бизнес прогорел, а у его супруги ничего за душой не осталось, контора пришла к его родителям и заставила продать дом и расплатиться за тот долг. Скажите, насколько реален этот расклад относительно наших реалий? Есть такая законная процедура. Если вы вступаете в наследство, вы вступаете не только в права, но вы вступаете и в обязанности. То есть, если вы наследуете какое-то имущество, а кроме него есть еще долги перед банком, перед какими-то третьими физическими лицами, то, естественно, вы наследуете и эти долги. По поводу того, что действительно выбить у каких-то людей, у родственников умершего долг, такая законная процедура есть. Они действительно могут подать в суд, собрать все доказательства и попробовать взыскать денежные средства. Но тут есть очень другой, один очень важный вопрос. Что такое зачастую никто не делает? Такое возможно, но если взять 100% случаев, то, наверное, в каком-то 0-0-1%. Ну, очень-очень маленькая вероятность. К примеру, здесь должно быть какое-то очень ценное имущество, которое дорого стоит. И тогда действительно возможно, что банк пойдет на то, чтобы подавать такие иски в суд. Опять же, вернувшись к коллекторам, что там они пришли, кого-то заставили что-то продать. Уж поверьте, такого не бывает. Это просто какая-то болтовня, это просто какие-то глупости, которые пишут на заборе. Вы ведь читаете то, что написано на заборе, но вы же не идете туда, где советуют пойти на этом заборе. Поэтому то же самое, друзья, здесь. Не стоит в это верить, такого не бывает. Так что, как вывод, могу сделать, что такое в наших реалиях невозможно. Не могут пройти за какие-то долги, заставить продать имущество, которое принадлежит третьим лицам. Я с таким лично не сталкивался. Если вы хотите получить мою консультацию как адвоката, вы всегда это можете сделать, связавшись со мной по ссылке в описании к данному видеоролику. И конечно, если данное видео понравилось вам, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Пока-пока, друзья.